Наука и практика. От теоретических выкладок к лабораторному эксперименту, конструированию новой реальности. Советский научный прорыв неразрывно связан с небывалым социально-экономическим взлётом в СССР, аналогов которому мир ещё не знал. Революция, гражданская война, восстановление разрушенной страны, первые пятилетки. Мощнейший рывок в будущее. Отечественная наука чрезвычайно востребована руководством советской страны. Академик Вернадский полагал, что социализм явился прямым и необходимым результатом роста научного мировоззрения. Он вырос из науки и связан с ней тысячу нитей. Для нового индустриального общества нужны были новые люди, совершенно иной подготовкой. Необходимым условием и результатом стремительной индустриализации стало в невидно широких масштабах образование. Академики встретились у классной доски с будущими своими преемниками. 27 июля 1925 года постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР была образована Академия наук СССР. Теории без практики не бывает. И наоборот. 1932 год. Ввод в строй, первой очереди Днепрогресса. И в этот же день, 10 октября 1932 года, разрушено ядро атомолития. В 1934 году под руководством Сергея Вавилова Черенков открыл новый тип излучения, которому дали затем теоретическое обоснование ТАМ и Франк. Петр Капица обнаружил явление сверхтекучести жидкого гелия. Курчатов вместе с Флеровым и Петр Жаком исследовал ядерную изомерию радиоактивных элементов. Наша страна в короткий исторический срок смогла решить не только задачи индустриализации, но и во всеоружии подготовиться к новой войне и победить в ней. Накануне войны в СССР действовало свыше 1800 научных учреждений и 817 высших учебных заведений. Вся научная мысль страны подчинена одному. Все для фронта, все для победы. В послевоенные годы наука не просто в почете, она в моде. Через 15 лет после страшной войны страна, поднимаясь из руин, отправила первого советского человека в космос. СССР стал одной из крупнейших научных держав мира, в которой все общественное бытие было пропитано наукой и нацелено на дальнейшее развитие и совершенствование государства и общества. В мире каждый четвертый ученый из СССР. Гиперболоид теперь укращен и научен множеству мирных профессий и решению самых необычайных задач. Лазерный луч измерял расстояние от Земли до Луны с точностью до 10 сантиметров. Научно-исследовательские институты появились еще в первые годы советской власти, а впоследствии стали нервной системой народного хозяйства страны. В 60-е работать в ней считалось почетным, в 70-е – престижным. Академия наук в каждой из союзных республик. Единые и объединенные штабом. Условия успешной работы Академии наук СССР – правильное распределение усилий между перспективными исследованиями и разработками проблем сегодняшнего дня, которые ставят технический прогресс. Достижения советской научной мысли признаны во всем мире. Несмотря на противостояние двух общественно-политических систем, международные научные симпозиумы во время Холодной войны – привычное дело. Американские ученые в Институте химической физики. Президент Академии наук СССР Келдыш в Национальной физической лаборатории Великобритании. Советский Союз вкладывал в науку значительные средства. В разные годы на финансирование научной деятельности выделялось до 7% от бюджета страны. Наука была целостной, полностью государственной системой. Сама являлась отраслью народно-хозяйственного комплекса. В государстве насчитывалось более 6000 НИИ и более 900 вузов. Замкнутый круг исследования и обучения. Железо и хлеб. Москва. Ленинский проспект, дом 32. Здание Академии наук СССР. «Золотые мозги страны» – так прозвали его в народе за необычную композицию на крыше. А это Золотой фонд науки страны Советов. Константин Циолковский, Иван Павлов, Лев Ландау, Николай Вавилов, Александр Бакулев, Наталья Бехтерева. Легендарных фамилий – десятки, а легендарных свершений – тысячи. Свершений ради великой цели. Великие цели создавали великую науку. По мнению академика Жореса Алферова, советская наука дала миру лучшие прорывные технологии 20 века. Не надо это забывать. Вот такие бренды советской эпохи.